Здравствуйте, уважаемые пациенты! Сегодня мы поговорим с вами о атрофическом вагините у женщин. С возраста 45-47 лет начинаются изменения в гормональном фоне у женщин. Происходит изменение функций яичников, уменьшается количество эстрогенов, вырабатываемых ими, и в разных органах и тканях происходят соответствующие изменения. Эстрогены действуют практически на все органы и ткани организма женщины, и слизистые органи тайнего тракта являются эстроген чувствительной тканью. Таким образом, изменение количества вырабатываемых эстрогенов приводит к ряду изменений, которые приводят к возникновению вагинальной атрофии и так называемому генитоуринатному монополусальному синдрому, который представляет собой клинические появления сухости, легкой травмировки слизистой влагалища, уменьшение выделения смазки, диспареумния, то есть возникновение проблем при сексуальных контактах, возникновение болезненности, легкой травмировки слизистой, появлению таких симптомов, как нетержание и неудержание мочи, выделение капель мочи при кашле, смехе, появление опущения стенополагалища или опущения внутренних половых органов, которые называются пролапсом гениталий. Эти изменения с течением времени могут прогрессировать, если вовремя не принимать соответствующие меры. Для лечения вазомоторных симптомов, таких как приливы, потливость, прессии, нарушения настроения и различные другие симптомы, при отсутствии противопоказаний, после обследования назначается менопаузальная гормональная терапия. Но в ряде случаев действия ее на симптомы урогенитальной атрофии оказываются недостаточными или отсроченными, и лечение урогенитальных симптомов требует дополнительного лечения и дополнительных местных препаратов эстрогенов. Дело в том, что снижение количество эстрогенов приводит к изменению в кровоснабжении стенок, слизистой влагалища, изменение клеточного состава, влагалищного содержимого уменьшается, количество гликогена в клетках, и в связи с этим уменьшается количество лактобацилок, которым необходим для поддержания жизнедеятельности гликоген, и которые поддерживают нормальную микрофлору, нормальный биоциноз влагалища, препятствуя его заселению, колонизацию условно-патогенными или патогенными микроорганизмами, поддерживая местный иммунитет во влагалище и препятствуя развитию воспалительных процессов. В связи с этим легко присоединяется вторичная инфекция, легко заселяется и развивается условно-патогенная микрофлора, которая также будет требовать необходимых мер по коррекции микробиоциноза. Изменение в слизистой и изменение количества эстрогенов происходит не только у женщин более старшего возраста, и не только в период постменопаузы, но может происходить и у женщин более молодого возраста. Это женщины, которые принесли химию и лучевое лечение, женщины, которые были прооперированы по поводу кист и других новообразований яичников, которым были удалены один или оба яичника или были операции по резекции одно- или двухсторонний яичников. Женщины, перенесшие операции по поводу миомы матки в виде встерпации или вновлога личной ампутации матки с призраками или без, в этой ситуации может также возникать такое явление, как преждевременное недостаточность яичников, если это более молодые женщины до 40 лет. И симптомы вовагинальной атрофии будут также проявляться и у них. И сухость, и дискомфорт, и диспариония, нарушение сексуальных контактов также будут характерны и для более молодых женщин. Необходимо при появлении данной симптоматики пройти обследование. Обследование включает в себя как исследование микрофлорокогенитального тракта, так и исследование на онкоцитологию. Необходимо исследование гормонального фона. Для женщин при менопаузальном возрасте перед назначением менопаузальной гормонотерапии назначается также обследование свертывающей системы крови, какулограмма, биохимические исследования крови на исследование липидного спектра. Необходимо пройти УЗИ органов малого таза и при необходимости еще ряд других обследований, которые могут потребоваться. Факторами риска при наличии вовагинальной атрофии являются ожирение, сахарный диабет, метаболический синдром, которые еще в большей степени усугубляют ситуацию. После того, как обследование будет пройдено, может быть назначено соответствующее лечение, которое может включать себя как системное лечение, менопаузальную гормонотерапию, и включающие в себя препараты эстрогенов и прогестинов, кондестерона, так и препараты для местного применения, препараты, содержащие эстрилу как с лактобактериями, так и без лактобактерий. Лечение должно быть назначено врачом-гинекологом и проходить под контролем и наблюдением врача. Если у вас возникли симптомы, такие как сухость, дискомфорт, нарушение мочеиспускания, нарушение и дискомфорт при сексуальной жизни, вы можете обратиться в наш медицинский центр «Казань КВД». У нас вы сможете пройти необходимое обследование и необходимое лечение будет рекомендовано вам. Спасибо за внимание.